МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в работе научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. Заседание было посвящено совершенствованию законодательства в сфере биоэкономики, а также основным проблемам внедрения биотехнологий. Биотехнологиям в развитии инновационной экономики отведена ключевая роль. Именно поэтому нужно как можно скорее разработать законодательные механизмы их внедрения, принять региональные программы, сформировать биокластеры. Объединить усилия поможет федеральная комплексная программа развития биотехнологий на период до 2020 года. На местном уровне эти вопросы отражены в стратегиях развития регионов. В Чувашии уже есть определенный опыт кластерного подхода в сфере технологий. Именно поэтому выступление главы Чуваши Михаила Игнатьева участники заседания выслушали с большим интересом. На заседание также выступили известные ученые в сфере нанотехнологий, представители регионов, сенаторы. Приятно отметить, что по итогам встречи в качестве рекомендации при разработке региональных программ развития биотехнологий предложено использовать опыт работы в том числе и Чувашии. Подробнее о работе научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации в ближайших выпусках республики. Напомню, 28 июля президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о праздновании в 2019 году 550-летие Чубаксар и в 2020 году столетие со дня образования Чувашской автономной области. Уже сформирован Оргкомитет по подготовке к празднованию обоих значимых дат. Оргкомитет возглавил министр культуры России Владимир Мединский. Заместителем председателя назначен глава Чуваши Михаил Игнатьев. В состав федерального Оргкомитета вошли 15 человек, в их числе академик Российской академии наук Анатолий Деревянко, ректор МГУ Виктор Садовничий, заместители и руководители федеральных органов власти. В их числе заместитель министра регионального развития Российской Федерации Сергей Дарькин, который побывал в республике. Чувашу в составе федерального Оргкомитета представляют спикер госсовета Юрий Попов и глава города Чубаксары Леонид Черкесов. Строительство мини-АЗС под окнами в районе нет офиса врачей общей практики. Лишь часть жалоб, что поступили в приемную президента страны. Сегодня главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров провел личный прием, на котором пытался решить проблемы жителей республики. Добираться с юго-запада на Ленинградскую 36 приемную президента России Венере Печниковой долго не пришлось. Каких-то 20 минут и она уже делится с главным федеральным инспектором по Чувашии проблемами своего района. У нас, значит, возник вопрос о строительстве нового АЗС, мини-АЗС около дома Чернышевского, 14. На коллективный, то или тоже мини-АЗС, там тоже народ будет против. Мы хотим сказать, что в городе не ведется какого-то конкретного учета этих АЗС. Каково их точное количество, никто сказать не может. Согласно проекту, мини-АЗС планируют построить на месте автостоянки. Рядом располагаются две котельные и хлебозавод. Жильцы юго-западного района надеются, что строительство АЗС на Чернышевского отменят. По Чернышевскому в ноябре прошлого года был день рожденок от выбора. Он был предоставлен земельным участком. Обращений я на сегодняшний день не помню, что было. Ну, то есть были обращения против этого. Я дам информацию. Мы поработаем в администрации. Вас пригласим. То есть детально еще, почти как вы говорите. Да, почти так. Да, у нас занимаются. Есть у нас управление торгово-потребительского рынка, которое эту информацию владеет. Мы посмотрим, действительно нужна ли там необходимость размещения АЗС. С обращениями граждан в приемные президенты работают ежедневно, но и желающих попасть лично на прием главному федеральному инспектору собралось немало. В списке самых наболевших сложная ситуация выпускницы интерната. В микрорайоне нет офиса врача общей практики. В ходе приема Геннадий Федоров не просто пообещал ознакомиться с ситуацией, но и разобраться лично. При этом он подчеркнул, немало сложностей в решении вопросов создают чиновники на местах. Не найдя поддержки там, здесь в приемные президенты обратившиеся всегда могут рассчитывать на конструктивный ответ с разъяснениями и правовыми ссылками. Чаще всего, конечно, обращаются к нам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, потому что, наверное, это самая животропивающая тема, это наиболее чувствительная болезненная отрасль для каждой из нас, потому что мы являемся потребителями этих услуг. Во-первых, как эти услуги оказываются, насколько они качественны оказываются. На приеме сегодня присутствовали представители министерств, городской администрации, прокуратуры. От главного федерального инспектора они получили распоряжение разобраться с проблемами. Это ваши жители. Они избирали. Ну, вас не избирали, понятно, что потом. Вы им подочетом, прежде всего, надо услышать, там не просто арендаты другие, надо искать варианты. Если, значит, этих вариантов нет, просто людям говорят, да, мы не можем по таким-таким-то основаниям. Просто честно нужно говорить, а если, конечно, мы можем, мы можем сегодня закрыться документами там, инструкциями этими, третьими, десятыми трудностями, которые реально министерам. Каждый, кто считает, что его права нарушены, может обратиться в приемную первого лица государства в рабочие дни. Чтобы решить проблему на личном приеме, специалисты советуют записываться на встречу заранее по телефону 39 36 83. Кроме того, есть возможность прислать обращение по почте или через интернет. Вся подробная информация есть на официальном сайте приемной президента России. Олеся Русакова, Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Первые итоги проекта «Нулевая зона» подвели сегодня в Мининформполитике Республики. Напомним, в Чувашии с октября этого года некоторые пользователи сотовых телефонов могут совершенно бесплатно выходить на официальный портал органов власти Республики. Первой такой возможностью своим абонентам предоставила сотовая компания «Билайн». Спустя несколько недель к проекту подключились «Мегафон» и «МТС». С 18 октября бесплатным доступом к кап.ру в сутки пользуются до 100 абонентов «Билайн». Много это или мало, операторы сотовой связи не спешат с выводами, но в Мининформполитике первыми результатами довольны. Для нас, для государства важно, что порталом, то есть количество, даже если это 100 пользователей в сутки, для нас это уже, это тоже люди, которым этот ресурс важен. Вы все знаете, что портал Кап.ру один из самых посещаемых в стране. В компании «МТС» подсчетами решили заняться позже, так как считают, что месяц – слишком маленький срок, чтобы подводить итоги, но останавливаться на достигнутом они не собираются. Продолжать, я думаю, это стоит, тем более, если будет поддержка стороны владельцев сайта, если абоненты нашей компании будут понимать, что, действительно, заходя на этот ресурс, они не тратят свои средства, а могут спокойно, не спеша воспользоваться какими-то информационными ресурсами, либо услугами, которыми интересны. Поэтому наша компания поддержала, развила и будет поддерживать это в дальнейшем. Компания «Мегафон» решила пойти дальше и обнулила стоимость посещения портала Кап.ру не только для жителей Чувашии, но и всего по Волжьям. А это порядка 14 миллионов абонентов. Кроме этого, в интернет и на сайт госуслуг в том числе можно будет выйти даже из общественного транспорта. Вчера началось тестирование нового для Чувашии проекта – Wi-Fi в троллейбусе. Wi-Fi в трех троллейбусах по маршруту номер один. Как мы его выбрали? Почему именно номер один? Потому что он самый протяженный и, наверное, самый такой популярный аудиторий. То есть это и Красная площадь, это и Универмаг, это и больничный комплекс, это и ЖД вокзалы, это и МТВ-центр. То есть 10 декабря этой услугой могут воспользоваться пассажиры троллейбусов по маршруту номер один. Она бесплатная. И это не все новшества. С 2013 года сайт Кап.ру изменится. Появится личный кабинет, где горожане смогут отслеживать, как идет работа с личными обращениями. Будет доработан поисковик, находить нужную информацию станет гораздо проще. Также портал станет доступным и для слабовидящих людей. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В Пенсионном фонде России подвели итоги конкурса доверия. Журналисты телекомпаний, радио, газет, интернет-изданий со всей страны съехались в Москву, чтобы получить заслуженные награды и обсудить пенсионную реформу. Напомню, что коллектив авторов национальной телерадиокомпании занял в этом конкурсе второе место. Из Москвы наш следующий репортаж. Старт пенсионной реформе был дан 10 лет назад, когда россиянам объявили, граждане должны разделить с государством ответственность за свою обеспеченную старость. При этом тогдашние руководители ведомства не сильно озаботились про свещение потенциальных клиентов. Михаил Зурабов, в частности, гордился тем, что не потратил ни копейки из 100 миллионов, выделенных на разъяснительную работу с населением. Сегодня политика прямо противоположная. В Пенсионном фонде России говорят, мы были, есть и будем. Денег на обеспечение государственных программ хватает. К тому же в пенсионной системе достаточно негосударственных фондов и надо пользоваться всеми возможностями. Огромную просветительскую работу ведут и средства массовой информации. Всероссийский конкурс журналистов, работающих с пенсионной тематикой, проходит в третий раз. Организаторы отмечают, материалы с каждым разом все профессиональнее и интереснее. В России сегодня я вижу здесь гораздо больше лиц. Я вижу, что и мы все видим, что тема пенсионная стала в том числе в региональной журналистике одной из ведущих тем. И она вызывает интерес у вас, у представителей средств массовой информации, что материалы, а мы, поверьте мне, мониторим материалы все, включая все региональные материалы, что материалы стали более содержательными, что они стали более объективными. Изначально ПФР и негосударственные фонды, организаторы конкурса, учредили 18 номинаций. Они сохранились и сегодня. Национальное телевидение Чувашии заняло второе место в номинации «Лучший авторский коллектив». Интересно отметить географию конкурсантов. Среди победителей были коллеги из Хакасии, Хабаровска, Ставрополя. Я считаю, что если ты подготовился, вот если я подготовлюсь к своей пенсии, тогда наверняка мне будет неважно, есть ли у меня деньги или нет, то есть мне их будет достаточно. А вот если я не подготовлюсь, забуду это сделать, скажу, что да, как-нибудь авось. Тогда и, наверное, они мне очень сильно нужны будут потом. Но вот все у нас работает наоборот. К сожалению, к счастью ли, я не знаю. Поэтому я считаю, что я, наверное, отношусь к первой категории. Я считаю, что нужно заботиться. Более того, я задумалась так серьезно. Наверное, успею до 1 октября что-то сделать. Буду стараться. Впрочем, пенсии не единственное направление пенсионного фонда. Выплата инвалидам, материнский капитал, участие в других социальных программах государства. Поле деятельности широкое и рок нужно много. Успех зависит от того, насколько активно и продуктивно налажено сотрудничество региональных управлений пенсионного фонда с журналистами. Конечно, СМИ охватывают более широкую аудиторию, делают это очень быстро, буквально мгновенно, охватывают все формы интернета, издания, телевидения, радио, все слои населения. И, конечно, мы благодарим вас за сотрудничество. И я, вот из Чувашии, я благодарен своему отделению, что он с вами сотрудничает, и вы о нем хорошо отзываетесь. И я думаю, что вместе мы, в общем, просто не позволим нашим гражданам принимать неправильные решения и получать маленькую пенсию. Количество участников конкурса доверия также растет. Наряду с теми, кто верен в выбранной тематике все три года, появляются новые лица, зачастую совсем молодые. Это значит, россияне учатся жить не только сегодняшним днем, но и заглядывать в завтрашний. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов из Москвы для программы «Республика». Сегодня в торгово-промышленной палате Чувашии обсуждалась проблема, сложившаяся на рынке наружной рекламы Чебоксар. По решению городских властей в столице начался демонтаж рекламных счетов. Это вызвало острую реакцию со стороны рекламных агентств, которые затронул процесс. Отношения с некоторыми выясняются в суде. А сегодня тему подняли уже на расширенном заседании общественно-консультационного совета при антимонопольной службе Чувашии. На площадке ТПП собрались все заинтересованные стороны. Обсуждение шло эмоционально, порой даже на повышенных тонах. Ольга Григорьева продолжит тему. Ситуация тревожная. Начинает выступление председатель гильдии рекламистов Чувашии. Свой доклад он называет не иначе, как «двойные стандарты в регулировании наружной рекламы». Но прежде глава гильдии напоминает суть спора. Непростые отношения между городской властью и некоторыми рекламными агентствами сложились после истечения срока договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также последовавшего распоряжения главы администрации об их демонтаже. При этом кого-то распоряжение коснулось, кого-то обошло стороной. Сегодня в нашем городе с просроченными договорами стоит около 400 рекламных конструкций. Почему же демонстрации в отношении их не проявляет ту же притку? У меня вот здесь есть небольшой список, я не буду в целях экономии зачитывать. Сроки окончания уже закончились, сроки разрешения и договоров других компаний. Ну, счетки продолжают эксплуатироваться. Кому можно? Председатель гильдии демонстрирует по ходу своего выступления. Вроде как закон один на всех, но получается, что дышло. Кому отвечать на поставленные вопросы – тоже вопрос. Представители администрации пригласили, но по каким-то причинам они не приехали. Свои выступления участники заседания адресовали руководству автономного учреждения «Городская реклама». Сегодняшний день проводятся демонтажи рекламных счетов тех, по которым имеется решение судов. Либо самовольных рекламных конструкций, на которые не были выданы разрешения. Да, эта работа проводится, она будет проводиться. Претензий друг к другу накопилось немало. Доводы у каждого свои. Безусловно, требования о демонтаже должны применяться одинаково ко всем. Так по закону, говорят независимые эксперты. Оба лагеря призывают не уходить в эмоции, чтобы не довести ситуацию до абсурда. В прошлый раз мы собирались, администрация говорила, мы предоставили гарантийные письма о том, что мы не будем никак демонтировать трудового. Вы выиграете, у вас бизнес должен плавно перетекать из одного состояния в другое. У вас должна быть выдана разрешение документации, на практике все получается не так. И мне кажется, что вот это рекламное сообщество не должно бы тоже вот ждать таким образом, когда суд вынесет ко всем определенные иски. Вот мне кажется, что вы должны тоже как-то солидироваться и принять решение, демонтировать рекламные конструкции. Должны со стороны администрации объявлены быть торги, а со стороны лиц, которые должны размещать соответственно равный подход. Почему торги не прошли до сих пор, как положено по закону? Почему в Новочебоксарске не возникла такой ситуации, как в столице? Вопросы сыпятся, как горох. Торги пытались провести, но вынуждено отменили. Объясняет другая сторона. Уже задать конкретный вопрос, конкретный вопрос, который отвечает за правильный конкурс. То есть не пора ли... Не пора ли нам пора уже в конкурсе рассудить, потому что... Да, это уже ответственность на два... Даже так? Да. Слевает? Слевает. Но главная проблема, что делать в сложившейся ситуации. Представители рекламных агентств предложили свое решение. Объявить своего рода мораторий по рекламным конструкциям до 1 июля будущего года, заключить соглашение между всеми участниками и продолжить оплату за рекламные конструкции, провести торги и еще несколько шагов. Они войдут в протокол этого расширенного заседания. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах за халатность был осужден сотрудник отдела полиции. Летом по его вине прямо в камере скончался человек, задержанный за административное правонарушение. Погибший 42-летний мужчина в отдел полиции был доставлен за появление в общественном месте под шофе. Помощник оперативного дежурного был обязан вызвать бригаду медиков. Этого требуют правила. То, что мужчине необходима помощь, было видно невооруженным взглядом. Мужчину с трудом завели в отдел даже несколько полицейских. Это зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Однако следователи выяснили, что помощник оперативного дежурного не стал вызывать скорую под предлогом того, что медики приезжали несколькими часами ранее. Через 20 минут после того, как задержанного доставили в отдел, мужчина скончался. Было установлено, что в его крови имеется повышенная концентрация этилового спирта, а именно около пяти промелей, что по сути является смертельной дозой. И в больших количествах случаях этой дозы достаточно для того, чтобы человек скончался. Полицейскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. На три года его лишили возможности занимать должности на государственной службе. Осенью этого года в детском саду, который расположен в Лапсарах, на крыше здания рухнуло дерево. К счастью, был выходной и никто не пострадал. После этого случая Управление экологии решило вплотную заняться ревизией и обновлением зеленых насаждений. Мы экстренно приняли меры обследовать всю территорию садика. И здесь мы вырубили 42 дерева. В городе много старых, больных и сухих деревьев. Они могут представлять угрозу жизни горожан. В 2012 году было вырублено 3364 дерева. В том числе в жилых микрорайонах более 2000. Особое внимание специалисты-экологи уделяют деревьям, которые растут на территории образовательных учреждений. Из 208 таких учреждений, это дошкольные детские учреждения, школы, дополнительное образование, мы обследовали 145. Вырубили на таких деревьях, таких деревьев в 64 учреждениях. Вырублено более 1100 деревьев. Напомним, рубать деревья в городе разрешается только специалистам. Самовольная вырубка может привести к нежелательным последствиям – навредить чужому имуществу. Стоимость рубки одного дерева стоит 10-12 тысяч рублей. Для этого нужно пригнать спецтехнику и выписать разрешение. В республиканской станции переливания крови прошла благотворительная донорская акция МЧС за спасение жизни. Спасатели активно включились в компанию, которая стартовала еще в прошлом году. За это время они помогли многим людям, сдав десятки литров крови. Несмотря на многие достижения современной медицины, ее деятельность по-прежнему сложно представить без донорства. Для людей, попавших в беду, кровь донора становится бесценной. Вообще, это акция международная. Мы просто смотрим, как люди оказывают помощь в сдаче крови. В том числе наш начальник главного управления, генерал-майор Антонов, в прошлом году организовал впервые сдачу крови всем лично составам аппарата главного управления. Надеемся, что мы оказываем помощь не только на пожарах, на авариях, на ЧАЭС, но мы считаем, что наша небольшая частическая доля оказания помощи в данном случае тоже должна быть гражданом. Процедура сдачи крови занимает около 10 минут. Донорство плазмы проходит дольше – около 40 минут. Заберут только часть крови, а оставшуюся он получит обратно, вместе с необходимыми витаминами. Эти процедуры совершенно безопасны для здоровья, но стать донором может не каждый. Человек должен быть старше 18 лет и весом не менее 50 килограммов. Существует также множество противопоказаний, с которыми лучше ознакомиться заранее. Для взрослого человека вообще 450 грамм не ведет за собой никаких физических нарушений. И, в принципе, они всегда переносят эту дозу хорошо. Организация МЧС приходит к нам сдать кровь довольно-таки часто. Мы очень рады, что они к нам приходят. И ждем их через 6 месяцев еще. И ждем их, чтобы больше приходили. Сдача крови полезна как для моего организма, так и государства. Кровь кому-то нужна. Самый необходимый момент, чтобы в запасе была моя кровь. Каждый человек должен сдать кровь хотя бы раз в жизни. Несмотря на то, что акция существует меньше двух лет, спасатели приходят на станцию переливания крови в третий раз. И их количество с каждым разом увеличивается. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Гонки с ветерком. В Чебоксарах закупки и медали сразились мастера картин-каров. Первенство по этому виду спорта стартовало еще осенью. Сейчас отгремел зимний этап. Участникам было просто необходимо продемонстрировать все свои профессиональные навыки. Передвигаться на карте по льду и снегу так же сложно, как и на реальном автомобиле. Тему продолжит Дмитрий Коварев. Слабые снаружи, сильные внутри. На трассе эти машины способны развить довольно большую скорость до 70 км в час. На каркасе картинга ничего лишнего. Кресла пилота, педали и моторы. Мощность до 10 лошадок. Этот спорт многие называют детским. Для езды на таких картах водительские права не нужны. Хотя практически все участники здесь уже грезят о большом автомобильном спорте. Сейчас в их гоночной команде роль главных инструкторов и механиков исполняют отцы. У меня в детстве было. Сам ковырял. Видимо, еще не отыгрался. Помогаю, делаю. Ковыряемся вместе. Как бы уже тоже гайки умеют крутить. Уже ручки-то из чего-то растут. И таких семейных команд здесь было более 30. В борьбе за пьедестал почета юные гонщики преодолевали 6 кругов. На пути к победе несколько крутых поворотов, которые зачастую решали весь исход гонки. Следующий этап соревнований – спринтерская дистанция. Трасса без поворотов, только по прямой. Мастера встретятся на ней уже в середине января. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Восхищает такая преданность любимому виду спорта, когда даже в мороз юные спортсмены выходят на старт. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»